Эпидемия отравлений в украинских школах. Сотни детей пострадали, десятки побывали на больничных койках и даже в реанимации. Родители взволнованы, чиновники обещают усилить охрану школ. А ведь впереди торжественные линейки и выпускные. Могут ли повториться массовые отравления и кто должен отвечать за уже случившееся? Разбиралась Ольга Теребинская. Идти или не идти, в Черкассах родители ломают многолетние советские традиции и не хотят пускать детей на школьные линейки. Мол, безопасность дороже учебных формальностей. В нашей школе, допустим, такие меры предосторожности, как пытаются привлечь родителей, чтобы они дежурили завтра на линейке. Как бы не совсем вижу в этом смысл. Ну что, что, плохо станут сразу всем и будет хорошо. У меня завтра награждение за Олимпиаду по астрономии. И я все равно не пойду, потому что полностью маму поддерживаюсь. Все из-за серии отравлений. А началось это тут, в Черкассах. 8 мая, во время линейки, ученики 8-й школы массово начали терять сознание. На ухудшение здоровья пожаловалось почти 100 человек. В больницу попали 55 детей и четверо взрослых. Это уже Новомосковск в Днепропетровской области. В тот же день на линейке 20 детей пожаловались на тошноту и головокружение. 11 мая в Павлоградской школе эвакуировали почти 700 учеников из-за подозрительного запаха. Подобная ситуация произошла и в Николаеве. Уже на этой неделе около 30 попали в больницу, двое даже в реанимацию. Мы почувствовали, что нам пришел, как говорится, в горло газ. И нам стало, как говорится, плохо дышать. И начали кашли. Дерво в горло. Последний случай 22 мая в Харькове. 35 детей попали в больницу, в реанимацию четверо. Слышал острый запах перца. Когда только учел запах, начало в голове кружиться, тошнить и горло першило. Попередние данные говорят, что это возможно побутовый перцевый газ. Перцовый газ, скорее всего, использовали и в школах Павлограда и Николаева. По крайней мере, об этом говорят эксперты. Но вот что распылили в Черкасах, непонятно до сих пор. Что это было? Серия провокаций, диверсий или опасное подростковое баловство? Полиция пока не говорит. А проблемой заинтересовались и в Кабмине, и в парламенте. Мы бы очень просили, в Кабмине, организовать информацию группу, международную координационную раду, для того, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи. А выяснить это очень просто. Проводим эксперимент. Без помощи СБУ и нацполиции за считанные минуты заказываем газовый баллончик в интернете. Документы никто не просит. Ценовой диапазон от 60 до 200 гривен. Рекламщики даже подскажут, какой баллончик нужно приобрести, чтобы при обыске его никто не обнаружил. И пока СБУ, полиция и киберполиция выясняют хулиганы, а это провокаторы или очередная игра синий кит, в Минобразование последние звонки и выпускные решили не отменять. Столичные власти еще вчера заявили, в учебных заведениях Киева усилят охрану и ограничат доступ посторонних лиц. Также повысит контроль за пропускным режимом, чтобы в школу не попадали ядовитые или взрывоопасные вещества. Мы решили проверить, насколько же усердно охраняют наших детей. Вооружившись рюкзачком и абсолютно не скрытой камерой, мы сегодня попытались зайти в несколько школ столицы. Те, которые в центре, они там постоянно спрашивают, что, куда, к кому, и попасть туда внутрь практически нереально. А школы в спальных районах, здесь практически никто не следит за тем, кто заходит на территорию школы. Внутрь школы ты можешь абсолютно свободно бродить, полностью изучить все, что тебя интересует внутри. Я хожу тут с телефоном, снимаю детей, меня можно очень легко сейчас поймать, но меня видели уже несколько учителей, никто ничего не сказал. Потому что что? Потому что я, в принципе, похожа на школьницу. Несмотря на все опасения, сегодняшний последний звонок прошел спокойно, но впереди экзамены и выпускные. И главное, чтобы эти газовые атаки не стали удобным способом срывать учебный процесс. Ведь серия отравлений очень напоминает новомодное подростковое хулиганство. Виновных не нашли, улики испарились. Ольга Тербинская, Станислав Кухарчук, Светлана Шакера. Подробности недели, телеканал Интер. Ольга Тербинская, Станислав Кухарчук, Светлана Шакера. Светлана Шакера. Продолжение следует. Продолжение следует...